Семинар этот состоит из двух дней. На первый день мы провели теоретические занятия и занятия на муляжах, так сказать, с освоением навыков интубации ригидным бронхоскопом. Второй день семинара в программе 5 пациентов с сурбционными поражениями трахеи, на которых мы показываем различные аспекты использования ригидной бронхоскопии. Именно с сурбционными стенозами трахеи, потому что на данный момент победила наиболее многочисленная группа пациентов, требующих этой методики. Но также ригидная трахеобронхоскопия нужна пациентам с опухолевыми поражениями, как для установки диагнозов в тех случаях, когда взятие материала для гистологического исследования гибкими инструментами затруднено. Также и для проведения лечения, прежде всего для реканализации просвета у больных с нарушенным дыханием. Хотел выразить сердечную благодарность Михаилу Александровичу и компании Шторц за такой замечательный курс, который позволяет врачам, которые не имеют опыта или имеют минимальный опыт в ригидной бронхоскопии, овладеть этой методикой, начать ее принимать в своей клинической практике и помогать больным. Вчерашний день нам очень здорово показал, какие теоретические аспекты и практические аспекты мы можем применить в нашей работе, а сегодняшний день полон практических интересных операций и очень интересных клинических случаев. На все наши вопросы мы получили исчерпывающие ответы, так что огромная благодарность, спасибо и ждем таких же новых интересных курсов. За эти два дня достаточно насыщенная программа, причем участвуют врачи и анестезиологи, и эндоскописты, и хирурги. Это помогает лучше понять цель задачи ригидной бронхоскопии, платить команду для того, чтобы выполнять такие диагностические и лечебные мероприятия наиболее эффективным и быстрым способом. Кроме того, работа в операционной, она позволяет увидеть все это в живую и спросить операторов о некоторых каких-то деталях. Я думаю, что когда я приеду в свою больницу, мы начнем выполнять ригидную бронхоскопию и помогать нашим пациентам. Большое спасибо! Мы занимаемся оказанием помощи пациентам таракального профиля, экстренной плановой помощи, а также трансплантацией львов. Сюда мы прибыли для ознакомления с такой процедурой, как ригидная бронхоскопия. Вынесли для себя огромные плюсы для процедуры и широкие возможности ее применения, в том числе на асценте. Будем обязательно инсталлировать ее в своей практике и бороться со всеми возможными осложнениями, в том числе после длительной интубации и после трансплантации легких. Сотрудничество с компанией, что так разумеется. Продолжение следует...